Здравствуйте, меня зовут Александр Петрашевич, я инженер компании RIDGID. В этом видео хочу рассказать о системах прочистки канализации RIDGID FlexShaft. Технология FlexShaft заключается в том, что у нас есть барабан с твердым тросом. На конце троса находятся цепные молотилки различных размеров. Вращаясь на большой скорости в трубе, цепные молотилки удаляют все мягкие засоры, которые там находятся. Жир, мыло, накипь, другие легкие засоры и отложения. У нас есть две модели. Модель K9102 оснащена тросом длиной 15,2 метра, диаметр троса 6 миллиметров. Этот трос позволяет эффективно справляться с засорами в трубах от 32 до 50 миллиметров. Большая модель K9204 оснащена тросом длиной 21,3 метра, толщиной 8 миллиметров. Диапазон работы этой системы от 50 до 100 миллиметров. Обе системы в качестве привода используют шуруповерт. Данные системы могут оснащаться различными насадками, цепными молотилками. Существует несколько видов. Цепная молотилка на одну цепь, на две цепи, на три цепи. Это гладкие цепные молотилки, они предназначены для работы с мягкими засорами, жир, бытовые отходы. Существуют также насадки, цепная молотилка с трудосплавными пластинами. Такой тип насадок служит для работы с более тяжелыми засорами, легкие корни деревьев или накипь внутри труб. Важно то, что такой тип насадки можно использовать не во всех трубах. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Различные оплетки, кусочки оплеток служат для защиты вашего кабеля. Об их применении тоже можно прочитать в инструкции. Также в поставке есть смазка, которая служит в качестве лубриканта для троса. Мы наносим ее на внешнюю поверхность троса, внешнюю поверхность оплетки, чтобы было легче проталкивать трос на большие расстояния. А сейчас мы покажем rigid flagship в работе. У нас 50-мм труба. Трос нужно держать в таком положении. Засовываем насадку в трубу и запускаем шуруповерт. Шуруповерт должен работать на второй скорости при высоких оборотах и где-то в среднем положении можно начинать работу. Так происходит чистка трубы от жира, бытовых засоров, остатков пищи и так далее.